Рынок США в четверг показал небольшой рост. Главные индексы подошли вплотную к максимумам года. Однако за эту неделю их преодолеть так и не удалось. Не хватило совсем чуть-чуть, около 1%. Удастся ли это сделать в ближайшее время? Узнаете в нашем видеообзоре. Котировки индекса общего рынка S&P500 поднялись до отметки 4367 пунктов. А торговаться он, скорее всего, будет в ценовом диапазоне от 4320 до 4400 пунктов. Эксперты придерживаются этого мнения из-за того, что рост нескольких технологических тяжеловесов, включая Apple и Microsoft, подтолкнули котировки индекса вверх. И пока результаты по прибыли технологических компаний остаются сильными, а прогнозы показывают, что дельташтамм не влияет на процесс восстановления в США. Это вселяет в рынок уверенность в том, что восстановление может продолжаться. Но заседание Европейского центробанка не смогло придать рынку импульс движения индексу доллара. Что же такого решил Европейский центральный банк? Ведь позиция регулятора еврозоны по монетарной политике интересовала мировые рынки, особенно на фоне усиления инфляции в США и в мире в целом. А Центробанк Европы, как и ожидалось, оставил ставку и программу выкупа активов без изменений, поэтому индекс доллара практически никак не отреагировал на это и торговался вблизи отметки 92.80. По мнению аналитиков, индекс доллара, вероятно, останется в диапазоне 92.50 до 93.10 до заседания Федрезерва США. В это же время валютная пара USDCAD остается под давлением нового роста цен на нефть. Кстати говоря, на нефтяном рынке второй день идет сильное восстановление, вызванное сильным восстановлением рынка США. Поэтому актуальные котировки USDCAD достигли уровня 1.2570, а пара сформировала диапазон от отметки 1.2500 до 1.2620, и, судя по состоянию рынка, будет длительное время в нем оставаться, вплоть до нового сильного движения по доллару США. А что же у нас происходит на рынке криптовалюты? На самом деле кое-какие новости все-таки есть. После того, как Илон Маск 21 июля объявил об инвестициях SpaceX в биткоин и подтвердил возвращение криптовалюты в качестве платежного средства компании Tesla, цена биткоина достигала отметки 32 700 долларов. Сейчас стоимость главной криптовалюты немного снизилась. И отметим, что повода для роста больше не осталось, и в краткосрочном прогнозе котировки могут незначительно опускаться в диапазоне от 32 500 до 31 000 долларов. Ну и в финале скажем, что эксперты в целом ожидают спокойного закрытия недели. Теперь рынки будут ждать решения Федеральной резервной системы на следующей неделе. К слову, в вопросе о росте инфляции глава Европейского центрального банка выразила солидарность с позицией Федрезерва США. Кристин Лагард сказала, что рост инфляции в еврозоне считается временным и вызван эффектом низкой базы. Так ли это на самом деле, смотрите в наших видеообзорах на канале ИнстаФорекс ТВ, оставайтесь в курсе самых важных событий, подписывайтесь и увидимся в понедельник.